Юля, скажи вообще, как доехали сначала? Вчера же, говорю, вчера вроде бы была гонка, вчера бежали, а сегодня уже 15 часов в дороге. Конечно, после гонок очень тяжело ехать в дороге, особенно в машине. Получилось, где-то около суток мы ехали. На границе долго стояли, очередь была огромная. Ну, слава Богу, уже почти дома, уже душа радуется. Наконец-то родная земля, столько радости, столько счастья. И дома давно не были, уже около двух месяцев. Ну, вот, наконец-то отдых. А как вот коротаешь час в дороге, ты же не вперше такие места не доводится давать? Вот есть уже какие-то, я не знаю. Я все время сплю. Знаю почему, как только я машину сюда сажу, сразу на сон клонит, и сразу, ну, почти всю дорогу я сплю. Почему ты вообще возвращаешься сюда, в то время, как вся команда уезжает пахать в поклюку, а ты сюда? Если ты думаешь, какие-то делишь, когда ты делаешь? Ну, почему? Потому что, тем более, что я знаю, что вы не стартуете живое на чемпионат Украины. Нас отпустили, потому что есть период, промежуток между соревнованием, и сказали, что возможно через, ну, неизвестно, когда вы вообще домой попадете, так что мы вас спускаем на три дня. Видите семью, там, обниметесь, поцелуетесь, там, и все, и можете назад поступать к работе. Есть какое-то задание на этот период? Да, у меня есть и цели, и желания, и все хочу воплотить, но я говорить не буду, конечно, потому что будет, что не сбудется. Юля, как ты вообще на этих этапах оценишь выступления, ну, в частности, вот на последних гонках? Ты всегда считала, что ты хороший стрелок, а тут почему-то стрельба не пошла. Не пошла, наверное, потому что, ну... Вот знаете, в Чехии было настолько тяжело мне, потому что это, вот именно это там, это место, где вот везде трибуны просто разрываются, я прихожу на стойку, я не могу сосредоточиться на стрельбе, потому что такое впечатление, вроде у меня здесь вот-вот над духом стоят и кричат, и я вообще не могла... Как английский стадион на футболе. Вот, да, и это для меня такое первое ощущение, действительно, даже вот в Астерсунде не было такой атмосферы, такого давления, и в Поклюке такого не было. А вот здесь прихожу, и какой-то у меня мандраж, и меня это все отвлекает, то есть я еще не привыка к такой атмосфере, мне нужно привыкать. Ну, это опыт. Да, это опыт, да, в первую очередь это опыт. Ну, и с другой стороны, наверное, приятно, когда 120 тысяч... Да, вообще, настолько вот действительно и приятно, были украинские болельщики и на трибунах, и по трассе стояли, и кричали, это так вдохновляло, и силы прибавляло. То есть мне это очень понравилось, и я хочу еще и еще побывать на таких трассах. Тем более на немецких этапах обычно, ну, похожая обстановка, тоже много людей. Да, да, вот мы сейчас будем готовиться к Оберхову, но я не знаю, увидим по состоянию, там, может нас на БИО отправят, ну, еще пока неизвестно, потом скажут нам. Уточни еще раз, ты сказала, кто в ТОП-15 попадает на Кубки Мира, то в Чемпионате Украины может не стартовать. Ты что в ТОП-15 не попадала? Попадала в Старсунде, Деридана Монка, 11 место. Ага, имеется в виду и по Старсунду, и по все какие-то, ага, я думал, ты имеешь в виду за новое место. Нет, это в общем, если кто показывает достойный результат, тот, естественно, может не ехать на Чемпионате Украины. Я особо, честно, я очень довольна за Старсунду, но не довольна за свой спринт, за преследование. Но не все же сразу. Не все сразу, хотя бы, знаете, хотелось бы команде принести хотя бы одну очко. У меня это уже за два этапа ни разу не получилось, и я вот сильно расстроилась. Я понимаю, что я выше крыши не прыгну, хочется всего и сразу, но всего по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тренера говорят, ты не расстраивайся, пока твой уровень, ты растешь, ты развиваешься, все у тебя еще впереди. Главное, работай и не падай духом. Ну, буду работать и не буду падать духом. Юля, я когда-то твое интервью читала, где ты рассказывала, что у тебя бабушка ярый болельщик. Как там сейчас бабушка, как она переживает твою... Как я хорошо переживает после каждой гонки, там, неудачно. Она мне пишет смс, я ей по возможности позвоню, мы с ней поговорим, она меня успокоит, поддержит. Или ты ее успокоишь? В любом случае, у меня самая-самая лучшая. Нет, знаете, она вообще к всему так вот хорошо относится. Она на связи с моим личным тренером, они там обсуждают, то есть ничего, ничего, все еще впереди. Она еще молодая у нас, так что пусть окрипнет в команде, пускай набирается опыт. Это сейчас на данный момент самое важное.